Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Все кварталы как кварталы, люди пешком ходят, а тут по таким узким улочкам на машинах летят. Все что ли, нет? Вроде все. Ну, как бы, пойдем дальше смотреть, показывать, что здесь. Давайте я сейчас поверну камеру, чтобы вы видели больше не меня, а то, что впереди. Несмотря на маленький размер и численность населения квартала, армяне сохраняют независимость в старом городе. Иерусалимский патриархат армянской апостольской церкви, основанный в VII веке в статусе епархии, независим от иных христианских учреждений в Иерусалиме. Патриархат располагается в центре квартала в соборе святого Иакова. На его железных воротах написано, эти ворота сооружены по инициативе патриарха Крикора в 1646 году. Патриархат владеет как землей в квартале, так и значительной собственностью в других местах. Первые армянские поселенцы появились в Иерусалиме предположительно уже в конце I века. В начале IV века Армения при царе Тардате III стала первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии. Согласно свидетельствам, уже в IV веке, после обнаружения в Иерусалиме христианских святых мест, в городе поселилось большое количество армянских монахов. В этом веке уже сооружались армянские церкви. Считается, что возведение монастыря святых Яковов началось также в IV веке. Небольшая община монахов и паломников проживала на горе Сион, у Сионской горницы. Таким образом, Иерусалимская армянская диаспора считается старейшей из существующих. В середине V века уже функционировал армянский скрипторий. Светская община, состоявшая из торговцев и ремесленников, сформировалась в VI веке в квартале горы Сион, где существовала армянская улица Руда Арменьорум. Так что сионизм, как таковой, явление далеко не только еврейское, но и армянское тоже. В разную эпоху Иерусалим переходил из рук в руки, но армянский квартал пережил всех. При византийском императоре Юстиниане, который преследовал армян, считая их еретиками, принуждал армян покинуть Иерусалим. Даже собственность общины армянской церкви была конфискована. Однако в 637 году при арабском халифате один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, саляллаху алейху ассалям, Амара ибн Хаттаба, радыя лагуану, возвратил армянам их владение в Иерусалиме, и впервые они провозгласили своего собственного архиепископа армянского Авраама в 638 году. С приходом в Иерусалим крестоносцев община стала разрастаться, образовав этнический квартал в том месте, где он находится сейчас. В середине XII века был в последний раз расширен монастырь Святого Якова, доминирующий над кварталом и ставший центром армянской общины Иерусалима. В 1311 году во время правления мамлюков архиепископ Саркис 1281-1313 принял титул патриарха согласно декрету султана Мухаммада Аль-Насира. Если при власти фатимитских султанов армянские христиане страдали в равной степени с другими общинами, то в период мамлюкского правления 1250-1517 они обрели привилегированное положение. В 1340-х годах армянам даже было разрешено построить вокруг своего квартала стену. В османский период 1517-1917 армянская община также умела находить язык с турецкими властями. Однако к закату империи турки превратились в злостных преследователей-христиан. Армянская община Иерусалима была арабоговорящей, помимо армянского или европейских языков и самоотождествлялась палестинским обществом. Убийством здесь подверглись только те армяне, что открыто бросили вызов политике турецкого триумвирата, за что и пострадали. До середины же 19 века о гонениях армян турками и речи не было. Даже более чем, например, в 1538 году было завершено строительство нынешних стен Иерусалима согласно распоряжениям Сулеймана Великолепного. Эти стены наряду со внутренними стенами, построенными армянами, определили конфигурацию квартала. В 17-18 веках армянский квартал расширялся и достиг сегодняшних границ. А в 19 веке у большей части армянского и христианского кварталов имелись шипцовые крыши в европейском стиле, в отличие от куполов, предпочитаемых в мусульманском и еврейском кварталах. В 1833 году армяне установили первый в городе печатный станок, а в 1857 году открыли теологическую семинарию. В 1855 в армянском квартале была основана первая в Иерусалиме фотомастерская. Школы для мальчиков в 1840 и девочек в 1862 были объединены под названием «Школа святых переводчиков», которая стала первой в Иерусалиме школой совместным обучением. Во время войны за независимость Израиля в армянском квартале нашли кровь многие армяне со всей Палестины. Квартал пострадал от бомбардировок. Для его защиты была сформирована армянская гражданская гвардия, вооруженная кустарным оружием. Во время войны погибли более 40 армян. После войны все четыре квартала старого города оказались под контролем Иордании. Иорданский закон требовал, чтобы армяне и другие христиане в частных христианских школах уделяли одинаковое количество времени Библии и Корану. В современном Израиле же продолжает действовать армянская духовная семинария, где ребята изучают в том числе иврит. Прибавились и светские дисциплины. Единственное, что осталось неизменным – закрытость армянского общества. Как и столетия назад, армяне квартала были и остались в собственном гетто. В том смысле, что ревностно относятся к чужакам. Вот я, получается, на главной площади армянского квартала. Площадь вроде бы с одной стороны и большая, но с другой стороны и небольшая. Но, тем не менее, здесь все вмещается. Что тут хотелось бы сказать? Сама эта площадь – черепица I века, то есть свидетельница Иисуса Христа. Строения некоторые здесь тоже что-то из I века, что-то из IV века. Но первый патриарх армянский Авраам – это уже у нас середина VII века. Известный первый патриарх Авраам. Ну, здесь проживают, как я уже говорил, люди, не имеющие отношения к религии. То есть это светские абсолютно люди. Это пласта до геноцида и во время геноцида, которые сюда переехали. Я имею в виду в квартале. Ну, также в квартале, конечно же, живут и армянские священники, послушники, дьяконы, полудиаконы. Ну и так далее. Ну, чтобы вы понимали, получается, что до VII века здесь проживали разношерстные люди. Абсолютно разношерстные, не только армяне. Да, что там до VII века? Можно сказать, даже до XIII века. Просто что с VI по XIII век здесь все больше и больше пребывало армян. Но на самом деле она была разношерстная здесь толпа. А вот уже, скажем, с XIII века сюда стали больше пребывать армяне из Киликии. Квартал становился исключительно армянским. И также, помимо армян из Киликии, сюда пребывали армяне со всей Палестины, ну, чтобы кучковаться и вместе, скажем, жить в одном квартале. Это помимо того, что мы узнали и увидели в Яфу. Ну что ж, теперь я вас приглашаю пройтись по улочкам и в храм, и узнаем, что там еще интересного. Ну, трезвятся и балуются тут детки из дашнакских семей. Как оказалось, дашнаки здесь тоже в почете, так сказать. Не знаю, можно туда заглядывать или нет. Ну, здесь у них такая вот спортивная площадочка и дома. А вот, впрочем, и сами эти детки. Ну, я не поэтому сюда заглянул. Вот хотелось бы показать вам вот эти вот два здания, интересные такие. Это Иерусалимский Матянаторан имени Гульбенькиана. То есть, под его финансированием все это строилось. И здесь хранятся книги Иерусалимского армянского патриархата. Ну, надо сказать, что это новые рукописи, тут ничего старого нет. А вот уже здесь, вот в этом здании, который был открыт в этом году, в 2023 году, здесь уже хранятся старые рукописи. Вот. Эдвард и Элен Мордикян. Музей Эдварда и Элена Мордикяна. Ну, это же и библиотека. А это, скорее всего, те самые дети Дашнаков, о которых я говорил. Да, по поводу того, что построили, здесь только сделали небольшую пристройку. В основном отремонтировали. Как оказалось, это здание построили. Вот как раз именно построили в 1853 году. И здесь была семинария. Вот после геноцида армян, кстати говоря, здесь размещались армянские сироты, дети. Вот. Ну, а теперь, вот уже с этого года, это уже музей. Ну, а вот школа, собственно говоря, она была сначала построена в 1877 году. Здесь обучались исключительно девочки из армянских семей. А мальчики учились в другом здании, которое я вам до этого показывал. Там было такое еще подвальное помещение. После здесь случилось землетрясение. И когда восстановили это здание в 1929 году, она стала общей и для девочек, и для мальчиков. Причем на то время эта школа находилась на территории Палестины. И, соответственно, здесь учились не только армянские дети, но и дети палестинские. Ну, вот, скажем так, была первая такая общеобразовательная школа на территории Палестины. Так что школа с историческим акцентом. А вот здесь я вам сейчас покажу вот такую вот красоту. Посмотрите, какой стадион. Смотрите, какая прелесть здесь в армянском квартале. Все эти строения, естественно, тоже армянские. И вот, кстати, вот это вот здание, которое перед вами. Это и было семинарии для мальчиков. То есть, то было для девочек, а вот это для мальчиков. А это стадион. И кто бы вы думаете, на чьи средства этот стадион был построен. Вот здесь огромный такой список. Кстати, стадион открыли недавно, где-то до 2015 года. Вот, среди всех пожертвователей, это такие вот известные имена, как Мухаммед Али, Джан-Луиджи Буфон, Гвидо Барилья, Кими Раккунен. То есть, тут очень много разных таких и спортсменов, других деятелей. Но в основном вот спортсмены, конечно, вложились на этот стадион. Ротари-клаб Милана Европа, Себастьян Веттель, Роберто Донадони. Кто тут еще, кого я вижу, Лука Тони. Ну, много-много здесь из списка всяко разных людей. Я могу приблизить вам. И вот такой шикарный стадион. Нам специально открыли для нас, чтобы я мог показать вам эту красоту. Также в армянском квартале. Ребята здесь в футболе занимаются. Вот так. Здесь в армянском квартале есть еще одна христианская реликвия. А вот это самое оливковое дерево. Сюда привязывал первосвященник Анна Иисуса Христа. Для того, чтобы обсудить, что с ним дальше делать. Это было засохшее дерево. Но после того, как сюда привязали Христа, дерево стало оживать. И с тех пор, вот уже две тысячи лет, у этого дерева имеются плоды, маслины. И говорят, что те, которые долгое время женщины не могут забеременеть, если съесть отсюда маслину, должна и вторая половина тоже съесть эту маслину. И тогда женщина родит обязательно наследника. Ну вот такое поверье. Монахи и священники говорят, что знают уже таких 23 случая. Так что нуждающиеся и обремененные приезжайте за наследниками. Вообще, армянский, юрусалимский патриархат очень богатый. Вы даже не представляете, насколько он богатый. А помимо того квартала, о котором я вам говорил, помимо вот этих вот аренд, которые они предоставляют другим, по всему еще новому Юрусалиму, новому городу, имеются у патриархата свои здания, свои сооружения, которые они также сдают в аренду. И за это, конечно же, получают немалые деньги. А получилось так, что когда была арабо-израильская война, и эта часть Палестины уже отходила к Израилю, армянский тогдашний патриарх выкупил достаточно много зданий в Новом Иерусалиме для того, чтобы они не попали в руки оккупантам. Ну, на то время оккупантами, как вы понимаете, были евреи, которые на землях Палестины, то есть западной берега реки Ордан, хотели создать или, скажем так, расширить Израиль, чего, в принципе, и удалось сделать. Так вот, с тех пор ряд зданий в Иерусалиме принадлежат армянскому патриархату Иерусалима. У них имеются свои печати. Вот, например, одно из зданий печать вот такая, вот, вы видите. Вон она, печать СА. Да, СА. Это означает Сурб-Ахок. То есть здание принадлежит армянскому кварталу непосредственно церкви святого Якова, или Сайм Джеймс, или, как по-армянски, Сурб-Ахок. Ну, в принципе, о чем я говорил, вот здесь имеется и такая надпись. И таких надписей по всему Иерусалиму, я вам скажу, и вот таких вот знаков Сурб-Ахок, достаточное количество. Более того, сейчас я вам еще покажу одну немаловажную деталь. Я думаю, она вам тоже будет интересна. Но для этого нужно пройти уже чуть ближе к старому Иерусалиму. Обратите внимание, как символически, вот, армянский квартал, начало армянского квартала. А знаете, что это за очередь? Вот огромная такая очередь. Это турецкий гид, а это турки. На экскурсиях на армянском квартале. Да, и что я вам еще хотел сказать. Вот здесь вот полицейский участок. Этот полицейский участок у армянского квартала, недалеко у Явских ворот, насколько я знаю, тоже принадлежит, значит, армянскому патриархату и сдается в аренду израильской полиции. Либо этот, либо вот еще один есть полицейский участок, здесь недалеко. Один из них точно. Я просто не могу дальше пройти с камерой, потому что все-таки это Израиль. Здесь за безопасностью следят. И если я буду с камерой везде появляться, даже у зданий полиции, там Цахала и прочих, то могут быть неприятными. Ну вот смотрите. Ну, в принципе, что вам тут? Турецкий язык, что ли, вы не слышали? Вот как их тут много. Честно говоря, не прислушиваюсь, о чем они тут говорят. Но, по-моему, еще и предстоит зайти в армянский квартал. Конечно же, и в священных для всех христиан местах есть у армян свои половины. Это только еще раз подтверждает исключительность древней армянской апостольской православной церкви. И такие половины, как, например, храм Гроба Господня, имеют далеко не все церкви, разве что только греческая и одна из ветвей католической францисканской церкви. Оттого и право добывания святого огня для всех христиан принадлежит армянскому и греческому священникам. Будучи в Иерусалиме, нельзя не сказать и о творческом армянском эндемике этого квартала, армянской керамике, которым занимаются только в Иерусалиме. С конца эпохи Средневековья турецкий город Кютахья был центром производства уникальной керамики. С XVIII века армянские мастера находились в авангарде этого производства. Уже с XIX века, главным образом начиная с XVI и XVII века, можно выделить большие группы армянских мастеров, создававших керамические плитки для украшения стен в церквях и мечетях и разнообразные керамические изделия. Многочисленные образцы керамики из Кютахи можно найти среди керамических плиток, расписанных армянскими художниками и присланных в подарок церкви Гроба Господня и Собору Святого Якова в Иерусалиме. Сюда в конце XIX века перевезли свои керамические производства несколько армянских семей, некоторые из которых до сих пор этим занимаются. Вот я сейчас нахожусь в лавке одного из старейших семей Иерусалима, армянских семей. Покупаю такую вот прородичку. Вот эту вот всю красоту сделал вот этот вот иерусалимский армянин, коренной житель Гаро Сандруни. Будете в Иерусалиме, обязательно заходите сюда и приобретите что-нибудь. Но здесь много очень магазинов. Вот Гаро Сандруни, одной из старейших семейств и марок, которые вот производят вот всю вот эту вот красоту. Всего хорошего. А здесь уже получается магазин другой семьи. Тоже расписывают вот. Женщины сидят, занимаются делом. Такие вот ремесла до сих пор не устарели. Такие вот, смотрите, мне еще тут понравилось. Есть такие расписные мусульманские мотивы. Это, наверное, они делают для палестинцев, может быть, для туристов. Тоже очень красиво. К сожалению, все скупить не могу. Я уже купил. Был бы рад. Тут покупатели заходят. Это и армянские мотивы имеются. Интересно еще, обратите внимание, здесь. Кстати, как интересно. Из разбитой посуды. Интересно. Сейчас в следующий раз приеду, уже приобрету что-нибудь и в этом тоже магазине. Решил зайти пообедать в эту армянскую таверну. Лучше я потрачусь как бы у своих, чем к другим идти. Тем более, что в армянском квартале нужно здесь тратиться. Чего и вам советую делать. А меню довольно-таки вкусное. Здесь даже что-то есть из местных армян иерусалимских. Например, есть хумус по-армянски, по-ярусалимски армянски. Что я тоже с удовольствием попробую. Есть какой-то мацун с огурцами, который тоже фирменный. Именно здесь делают, в Иерусалиме. Ну, в общем, вот как принесут, я вам покажу, а потом начнут кормиться. Вот такие вот два фирменных блюда. Это хумус по-армянски, по-ярусалимски. И вот еще такой огурцы с мацуном. Вот такой вот интересный салатик. Ну, а то, что принесут еще отбивную с рисом, это уже как бы вам неинтересно. Это уже не фирменное. Ну, после того, как подкрепился, можно с новыми силами отправиться дальше по армянскому кварталу. Тем более он хоть мал, да удал. Заглянуть можно куда угодно, и всюду найдется история. Это так. Но чтобы сократить время страннику, гостям квартала здесь есть хранилище, где имеются артефакты и их точные копии, с которыми можно ознакомиться в радиусе до 150 метров. Отправимся туда. Вот такая вот территория здесь еще есть музейного комплекса. Вот, достаточно большая площадь. Сейчас попробуем войти и посмотреть экспонаты. Ну, вот, пожалуй, я думаю, надо начать с этой любопытной такой мозаики. Очень старая мозаика, что свидетельствует об армянском присутствии с незапамятных времен в Иерусалиме. Это мозаика монастыря Святого Палиехта, и она является останками древнего армянского монастыря, который был построен в память Святого Палиехта и армянским центурионом 13-го римского легиона Малатии, Малой Армении. Это в 260 году нашей эры. Тогда армянские воины легиона сражались за свою христианскую веру и приняли мученическую смерть. Там далее есть надпись на армянском языке в память и во спасение всех армян, имена которых знает Господь. Как вы видите, здесь в основном птицы, не в основном, а в принципе только птицы, и павлины, и цесарки, и утки, и фламинго. Но, значит, основным акцентом является вот посередине древо жизни. Древо жизни, виноград, ну и сами птицы. Сейчас подойдем поближе. Очень старая мозаика, его реставрировали, его буквально только недавно перенесли сюда. Говорят, под нею, под этой мозаикой, были и останки человеческих захоронений. Вот эта самая надпись, о которой я вам говорил. А вот здесь, посмотрите, единственное изображение птицы в клетке. То есть, это говорит о том, что душа человека находится вот в этой самой клетке, но мы вольны освободиться от этой клетки, приняв Бога. И стать более сильным, более сильным существом, вот как этот орел, свободный и сильный. Здесь, значит, все сделано в виде кельев. Давайте пройдем, наверное, с самого начала. Первое помещение здесь, на первом этаже, о Тигране Великом и вообще история армян Иерусалима. То есть, армянское присутствие в Иерусалиме или в Израиле вот со времен Тиграна Великого. Здесь вот есть артефакты найденные. Как я вам говорил уже, территория Великой Армении простиралась до Хайфы. Тигран Великий Иерусалим не брал. Далее. Уже идет период седьмого века, девятого века. Вот мусульманский период, посмотрите, фирманы. Здесь имеются фирманы, копии этих фирманов. Фирманы сами хранятся в Патриархате Иерусалимском здесь же. Оригиналы это копии от пророка Мухаммада, от Амара, Халифа Амара и Халифа Али. Фирманы о том, что армяне являются жителями Иерусалима, как и все граждане. Вот все эти копии. И весьма уважаемыми людьми. Далее здесь уже период такой идет у нас византийский 9-11 века. Далее фирман вы видите Саладдина. Обратите внимание сколько разных фирманов, потому что это действительно святая земля Иерусалим и для христиан, и для мусульман. Долгое время здесь правили то христиане, то мусульмане. И получается так, что фирманы были просто необходимы армянам для защиты. Как говорил герой Булгакова броня, чтобы никто и пальцами пошевелил, чтобы тронуть армян. И эти фирманы писались самими эмирами, самими халифами и прочими, прочими людьми. Оттого они и здесь. Тоже византийский период. Вот у нас получается Кирикийский период. Вот сам Леон V армянин. Недавно наверняка вы смотрели мой сюжет из Мадрида, где я рассказывал, как Леон V армянин или армянский был королем Мадрида. Вот снова фирманы. Это уже фирманы мамлюкского периода с печатью. в следующем зале оригиналы книг, старинных армянских книг. фирманы. Хочу сказать, что все это сохраняется, реставрируется благодаря Франции. тринадцатый век. изображение изображение армянского иконописца Тороса Рослина 1262 год. То есть это не просто книги, но и, как видите, целое изобразительное искусство. Вот мы уже в другом зале. Здесь тоже фирманы, но уже османский период. это уже фирманы от османских султанов. И за весь османский период мы еще часто будем встречать вот такие вот любопытные фирманы от султана Сулеймана. Сейчас посмотрим, какие тут еще есть. Вот тут есть интерактивные. Так, султан Селим Султан Ахмед Первый, Султан Игоревин, ну и так далее. То есть вот они все. Безумно интересно, безумно все это интересно. Ну, это уже мозаика иерусалимских армян. они и сейчас этим занимаются и в старину этим занимались. А вот обратите внимание, утварь старинная армянская книга. И вот тут интересный такой глобус. Посмотрите, настоящий глобус армянский. Здесь страны на армянском языке. Я постараюсь сейчас покрутить немного осторожно вот так. Страны на армянском языке. Это глобус, минуточку, конца 17-го, начало 18-го века. Очень старый глобус. Это то время, когда азербайджанцы еще не то, что не родились, мир еще не знал, что будут такие, может даже и слов нет. Вот этот глобус старше наших сегодняшних врагов. Ну и тут вот есть зал тоже с посудой. Такая посуда медная. ну и конечно же вот этот вот ковер, который я полюбил. Ковер посвящен армянам, джунфы, которые, как известно, были заядлыми мореплавателями, купцами, бороздили моря и океаны от Персидского залива до Тихого океана. Этот ковер посвящен им ковер 1818 года. Здесь и Шамир Шамирян изображен тоже. Смотрите детали. Кстати говоря, на Филиппинских островах из иностранцев только армяне могли значит подплывать к берегу, подходить к берегу, торговать, закупаться и снова идти в далекие и дальние страны. Ну, на Филиппинах я еще побываю и более подробно о филиппинцах и армянах Филиппин расскажу. Весь второй этаж этого музея вот он посвящен уже геноциду армян. Но я вам не буду рассказывать о геноциде армян, потому что очень печальная тема, да и много раз уже об этом говорили. Я вам покажу лишь несколько вещей достаточно любопытных. Вот чаны, вот они вот такие вот чаны, это не просто чаны. Дело в том, что в начале 20 века это здание было не музейным. Здесь жили армянские дети, дети-сироты. И в этих чанах им готовили обед. Здесь они жили, питались. И в этих чанах вот были такие общие большие чаны, котлы, в которых им готовили еду. Они сохранились. Вот здесь тоже небольшой чан в сравнении с теми. И сейчас я бы вам хотел подняться наверх и еще кое-что показать. Если вы помните мой сюжет из Эфиопии, я рассказывал, что император тогдашний Эфиопский привез из Святой Земли, из Иерусалима, Лима, переселил в Эфиопию армянских детей, сирот, музыкантов. Это было 40 человек во главе с их дирижером. Так вот эти сироты армянские, они жили здесь в этом самом как сейчас уже его называют это здание музея, а тогда Сиротский дом. И здесь до сих пор увлековечены их фотографии. они. Пожалуйста, Растафари, дом принес Эфиопии, побывал здесь, услышал оркестр детский армянский во главе с албандианом, то есть их художественным руководителем и перевез их к себе в королевство. долгое время этот армянский оркестр был значен национальным королевским оркестром Эфиопии. То есть страна черная из чернокожих, а национальный королевский оркестр вот из таких белых лиц состоял и художественным руководителем Налбандианом, который, кстати говоря, рекорд Налбандиан, который, кстати говоря, и написал гимн королевства Эфиопии при Растафаре. А вот документы на детей, которые жили здесь, остались без родителей. Это копии их документов. Ну и напоследок я бы вам хотел показать вот этот легендарный станок типографская машина или типографский станок кому как нравится. Его перевезли сюда армяне в 1812 году. Вот. Его привезли сюда в Иерусалим для того, чтобы печатать здесь свои армянские книги. Это самый первый печатный станок в этом городе. Дело в том, что в начале 19 века Иерусалим был такой заброшенной провинцией, неразвитым городом. И здесь первая ципография, которая была открыта, она была открыта армянами. И этот станок был привезен из Европы. Здесь начали печататься далее уже не только издания на армянском языке, но и все, кто попросит, кто закажет. И на арабском, и на иврите, и на латинском языке, ну и так далее. Вот такой вот интересный печатный станок. Вот эти буквы в печати. Вот они все. печатные книги были изданы здесь, в Иерусалиме. Вот издание 1867 года, далее там 1871 года. Иерусалиме. это было изданно этим печатным станком Иерусалиме. Одно из двух армянских кладбищ Иерусалима. Оно очень старое. Здесь захоронены в основном такие настоящие, типичные палестинские армяне или иерусалимские армяне, как вам угодно, которые здесь жили еще задолго до геноцида, до тех, кто сюда прибыл уже после геноцида с начала 20 века. Ну, судя по могилам, здесь, наверное, понятно, что долгожителей ну просто уйма. Вот я подхожу к некоторым могилам и просто удивляюсь. Местные армяне, они живут достаточно долго, около 100 лет. Вот здесь вот посмотрите, это вообще видимо некоторые здесь померли еще тогда, когда эта территория находилась под властью Палестины, а то и Ордании, а то и Британской Палестины, потому что кроме того, что она на армянском, она еще здесь дублируется на арабском языке. могилка вот здесь 1910 год, 1931 год молодого человека, ну видимо это иерусалимские местные уже захоронения, потому что в 10-м году до геноцида, раз уж здесь родились, то скорее всего это местные до 15-го года, я имею в виду. вот такие вот достаточно интересные могилки, я когда бываю в разных странах, я вам показываю захоронения армянские, потому что это тоже часть нашего наследия, это часть нашей истории, это люди, которые долгое-долгое время жили в тех или иных странах, на чужбине, любили, творили, гуляли, ну, делали все, что делаем мы, вот тут рождение 1896 год, в общем, много тут всего интересного, да, еще хотел заметить, что из тех армян, которые сюда перебрались после уже геноцида, это в основном были армяне из Айнтапа и Зейтуна, как мне сказали, то есть вот из двух областей, вот, смотрите, 2010 год, 2004 год захоронения, 1910 вернее, да, 1910, 2004 год, то есть это тоже из тех армян, что жили здесь до геноцида, 1800, 1939, издалека очень плохо видно, вон там кресты, если видите, они выполнены в таком армянском стиле, армянской иерусалимской мозаики, что очень необычно, вот такая вот достаточно интересная, вот тоже армянская мозаика иерусалимская, тоже достаточно любопытная, да, кстати говоря, среди всех этих армянских захоронений, вот, если вы видите, я думаю, что вы видите, заборчик небольшой, который окутал дерево, вот он прямо перед вами, этот заборчик, там единственная мусульманская могилка из всех, вот, огородили эту могилку от христианского, ну, как-то вот так получилось, видимо, друг может быть армян, может быть мальчик это был сирота, я честно говоря не знаю, но там вот внутри одна единственная мусульманская могилка, которая находится на армянском кладбище, и его огородили от всего христианского, или наоборот христианское огородили от мусульманского, это того, что касается кладбища, ну, и давайте я вот еще вам покажу такую стелу, здесь эта стела посвящена бойцам армянского легендарного армянского легендарного войска Арарай, или как там правильно, Арарай Каджи Рун, если я правильно прочитал, я по-армянски не очень хорошо читаю, ну, в общем, тут вот такая вот стела, это героем Арары, да, Арара, все правильно, ну, это где наш один герой, о котором вы тоже узнаете из другого моего выпуска, герой Арары, и вот здесь вот фамилии этих всех героев Арары, которые боролись за независимость Палестины против османского войска, здесь был такой целый армянский легион, ну, о них я вам расскажу еще в выпусках, помнится, когда я был в Лос-Анджелесе на холме, вот, где надпись Голливуд, за этой надписью имеется армянское кладбище, и там похоронены тоже армяне, многие из них даже выходцы из последней волны из Сумгаи, Табаку, которые перебрались туда и наверняка же не ожидали, что когда-нибудь они закончат свои дни, мало того, что в Соединенных Штатах Америки, так еще и будут похоронены за вот этой известной надписью Голливуд, а тут так еще круче, вот я увидел, армянское кладбище, вот захоронение, и некоторые захоронения находятся вот под этой самой церковью, а что это за церковь, спросите вы, здесь находился дом Богородицы, в этом доме она и умерла, Богородица, ну, на месте этого дома, где она умерла, сейчас находится вот эта церковь, и, соответственно, вот эти вот могилы, вот это вот армянское кладбище, некоторые из которых захоронены прямо вот здесь. Как и в Тель-Авиве, в Иерусалиме я также плодотворно провел дни и многое узнал для своих будущих зарисовок, которые я публикую уже во втором томе моей книги «Записки странствующего армянина». Конечно же, побывал я и в Ядвашении. Это что-то вроде армянского титернакаберда. Здесь я узнал, что десятки армян спасали евреи в годы Холокоста. Имена этих армян увековечены на аллее праведников мира, а Армения одна из тех стран, что обозначена среди стран-праведниц. Но ведь столько же еще осталось неизвестных имен, которые тоже удостоены такого звания, только не все о них знают. А вот этот монумент сооружен неизвестным праведником мира, то есть о тех людях, которые спасали евреев, но о них ничего неизвестно. Впрочем, одну такую праведницу мира, неизвестную здесь в Яд-Вашеме, я знал. Это была такая старенькая бабушка Милахаян Абини. Она жила в Ростовской области, всего Чалтер. Сейчас ее уже 10 лет как нет живых. Она мне рассказала такую историю, что когда нацисты вели из Таганрога в Ростов-на-Дону евреев строем, одну из евреек она укрыла у себя в подвале. Последние вот эти дни, что Ростов был оккупирован немцами, эта евреечка пребывала у этой женщины-армянки. Ну, а после войны она уехала, через лет 5-6 снова вернулась, поблагодарив свою спасительницу, привезла ей талоны на продукты и больше они не виделись. Вечная память всем погибшим, всем умершим в годы войны и после войны. Вечная память всем хорошим людям, которые достойно прожили эту жизнь и прожили не зря во имя себя, во имя будущего и порой даже жертвуя себя во имя других. Теперь войдем в гробницу Богородицы. Вот здесь вы сейчас увидите тоже лампады посередине и получается, что вот это я не знаю видите мою руку или нет вот эта левая часть принадлежит армянской церкви, правая часть греческой и вот эти лампады тоже служат естественной границей и начинается вот первая лампада начинается с армянской и так далее армянская греческая и так далее разделяют гробницы Богородица на две части пока не прошли мимо я бы хотел бы вам показать вот здесь справа сюда паломники обычно не заглядывают потому что не знаю здесь похоронены родители Богородицы а вот здесь уже армянские царицы Иерусалимского королевства про одну из них я вам рассказывал в Тель-Авиве это Мелисенда вот за одной из дверей та что справа находятся останки Мелисенды слева ее мама Морфия ну и Анна три армянские королевы Иерусалимского королевства находятся здесь их останки рядом с родителями Богородицы примечательно как вы поняли значит армянские королевы похоронены на греческой части а вот на армянской части а вот он тоже такой небольшой склеп здесь останки Иосифа обручника Богоматери ну как бы на языке скажем так светских людей это муж Богородицы а на языке религиозных обручник если кто не понял это вот на армянской части его останки ну и соответственно лампады армянские мы пойдем дальше тем не менее жизнь продолжается рождаются новые люди сменяя старых и только камни вечны они свидетели прошлого и настоящего и сегодня как и прежде среди каменных стен армянского квартала живут люди как завещали им пророки и цари полководцы и патриархи живут и учатся и снова прибывают чтобы учиться чтобы не гас огонь армянского креста ни в залиме нигде бы то ни было еще и ради этого даже приезжают сюда из Армении как герой моего сюжета Эрик Сардарян Эрик а как ты здесь оказался в Израиле и давно ли здесь живешь живу в Израиле с 2017 года после школы когда уже должен быть поступить в старшую школу узнал про то что у нас есть армянское семинарии можно поступить с 15 лет в Ереване ты узнал да по объявлению узнал и решил побыть в Иерусалиме служить в церкви и учиться в армянской семинарии служить и в церкви вот из 2017 года служу здесь в церкви 4 года учился в семинарии после окончания в 2020 году переехал в Армению потом снова да здесь мы в семинарии учили здесь семинарию кстати учат армянском англескому евриду арабский в семинарии нас учат иврид и когда общаемся с людьми и так далее семинарии готовят священников после окончания семинарии должен остаться в Израиле и этот священник поэтому нужен язык этой страны а вот много вас там в семинарии когда я учился нам было 40 40 человек все с Армении все с Армении еще 2-3 человека с Абхазии но сейчас нет никого из Абхазии там получается в среднем где-то 40 человек учатся да и все становятся потом священниками или не всегда такое не всегда такое у нас первые 4 года как старшая школа после 3 года это называется Антайран это как университет религиозный университет те кто остаются многие из них потом священниками становятся а те которые не хотят священником быть в жизни после 4 лет уезжают обратно в Армению или в другое пространство эрик еще вот такой вот вопрос ну вот я гулял последние дни очень часто по старому Иерусалиму да и там очень много разного духовенства сталкиваются друг с другом иудеи мусульмане христиане ну одних только христиан там несколько разновидностей да и русские и грузины и армяне ну не у всех есть конечно такие блатные как армяне у которых есть свой квартал и и даже ряд таких скажем евангелийских священных мест находится на армянской стороне да квартала тем не менее как вот все вот эти вот деятели религии друг к другу относятся с уважением или бывает какие-нибудь не очень приятные дела хотелось бы чтобы обращались друг к другу с уважением но вот с евреями у нас плохие отношения потому что они плюются когда они плюются на армянских или вообще на христианских а вообще на христианских а вот с христианами у нас здесь с греками с католиками у нас вообще проблем не бывает они четко себя ведут все они по жизни тихие ребята а вот с греками у нас всегда бывают проблемы которые как потому что Но в каждой церкви есть и греческая, и армянская. Да, я это заметил. И всегда бывают проблемы с греками. Ты сейчас сказал о трениях иногда, которые бывают между деятелями религии. А бывает так, что среди нас, светских людей, обычно когда мы еще бываем пацанятами, мы район на район идем, деремся. А вот здесь вот четыре квартала, вот когда дети бегают, бывает такое, что дети с одного квартала дерутся с детьми другого квартала? Или это исключено? Нет, в этой стране все это исключено. И дети даже по закону? И дети даже по закону, да. Здесь в многих конфликтах вмешивается полиция. Поэтому никто не хочет конфликта, здесь все тихо живут до своей жизни. А вот конфликты только бывают с идеей. Живящих, служащих здесь, у которых есть свои права. Вот, например, у нас свои права, у греков свои права. Мы все хотим больше, но если больше, то насчет другого. И вот поэтому всегда у нас бывают конфликты. А вот у детей, у людей, которые здесь живут, все конфликты, в общем, все конфликты решают полицию. Ну вот, впрочем, и все. Буду рад, если вы досмотрели до конца мой израильский репортаж. Подписывайтесь на канал Антитопор и подписывайте своих друзей и близких. О величине армянской нации и ее глубоких корнях должны знать как можно больше людей. И только в Антитопоре с этим помогут разобраться репортажи из десятков стран мира, а также лекции об истории и культуре армян и Армении, которые я веду в программах на протяжении 10 лет. До новых встреч в эфире, друзья! С вами был я, Вадим Арутюнов и Антитопор.